Привет всем, вы на канале PandaPlay. Меня зовут Дмитрий и... Так случилось, что у нас снова с тобой сегодня. Трейдер лайф симулятор. Хрен его знает какая серия, уже даже и не разберешься. 16 августа, буквально прям совсем недавно, было обновление. Невероятное обновление, которое было... Знаешь чё? Знаешь чё там было в этом обновлении? Правильно, в этом обновлении была добавлена новая карта. Была добавлена новая карта, там чё-то с лесом, с городом, непонятно как она выглядит. И давай-ка мы с тобой просто-напросто начнём новую игрушку. Ваш файл сохранить будет удалён, включая весь прогресс в обычном режиме. Вы уверены, что хотите продолжить? Продолжить? Да, конечно, хочу. Можно выбрать деревню. Давай-ка мы просто начнём... А погоди-ка. Лёгкий режим. В деревне. Рекомендуется сначала поиграть на карту города, чтобы смотреть руководство, изучить основы. Да мы с тобой уже 150 раз играли в этом городе. Я думаю, что не так сильно уж много там чего прибавили в этом городе, раз обновление непосредственно сказано, что добавлена вот эта вот другая карта. И поэтому... Встречает нас с тобой игрушка дикой заторможенностью. И надеюсь, что меня будет очень хорошо слышно, потому что у меня сейчас микрофон стоит совсем не там, где он раньше стоял. То есть он стоит чуть-чуть в ту сторону. И, кстати, ты, если можешь заметить, я сижу немножечко с другой стороны, потому что камера стоит с другой стороны. А еще, еще у меня, так сказать, предупреждение, что если ты видишь сейчас сзади фон, то это нормально. Значит, я просто перестал, точнее, не стал заморачиваться и просто оставил его, блядь, здесь. Потому что он не очень сильно хотел убираться. Ну, потому что он, блин, черный сзади меня, ты понимаешь, он черный, он не зеленый. Я тут лампочек включал миллионы, все равно один хер, я только белый, а все остальное вокруг черное. Интересный вид, интересная картинка здесь, интересное все, интересное даже более чем. И мне кажется, что мы все-таки играем на Марсе, потому что, потому что я прыгаю и очень долго приземляюсь на Землю. Так, камушки, хотел сказать, можно ли их здесь собирать, но думаю, что вряд ли. Это же ведь не выживалка, это же не survival horror, а обычная игрушка про, про что, про торговлю, да? Это же симулятор торговца, не более того. Вот, дико, дико, дико размывает всю траву с листиками, но это может быть красиво, но это может быть и не очень красиво для вот этих вот 50 фпсов, которые выдает мне эта игрушка. Так, как мы помним, в эту игрушку добавили состояние автомобиля, и оно не очень сильно меня порадовало, потому что, почему? Потому что, потому, открыть дверь, что за дверь, подожди, о, а, это пятая дверь открывается. Так, сесть, как сесть на F? Если у вас машина закончилась с топлива, воспользуйтесь телефоном N. А, я знаю, я учился. Я думаю, что здесь уж так настолько сильно здесь не приделали обновлений, чтобы, не знаю, механики все поменять. Я думаю, просто добавили новую карту, и мы с тобой сейчас просто 25 минут посидим, подрюкаем эту новую карту. Нихрена себе, какие повороты, какие бляха-муха здесь резкие повороты. Просто подрюкаем, говорит, 20 минуток карту, и так, выйти надо, осмотреться. И закончим, потому что, ну, почему? А что здесь нового могли еще добавить? Просто, ну, не, разработчик молодец, конечно, что он добавил здесь новую карту. Молодец, что он добавил сюда хоть что-то нового. Так, выезжать, наверное, сюда. Эти пластиковые буги, они совсем меня не радуют. Они абсолютно никак не останавливают автомобиль, но мешаются они на дороге. Прям, ты не представляешь, как. Запись-то я включил? Включил, включил, конечно. Включил же? Включил, конечно, какой-то я делал. Ой, ой-ой-ой-ой-ой-ой. Слушай, а можно отсюда выехать теперь вообще или нет? Или я теперь здесь навсегда? Нет, смотри-ка, так. Могу. Некоторые деревни, слава... Деревья, слава богу, прозрачные. Не имеют никакой плотности, и их можно спокойно... Ммм... Объехать. Погоди, здесь есть перекресток с круговым движением. Круто. Погоди, что-то серьезно? Перекресток с круговым движением. Зачем здесь этот знак? А куда здесь кругом двигаются? Ладно. Будем считать, что все хорошо. Здесь, смотри-ка, мы сейчас с тобой где находимся? Мы находимся с тобой где-то посередине. А! Или нет? Не, вряд ли. Я где-то, где-то в таком месте, где есть объезд. Скорее всего, вот здесь где-то. Угу. Это дико-дико огромное пространство. Дико большая карта. Не понимаю, зачем такое было добавлять. Здесь написано, что сотню можно ехать. Но я думаю, что здесь больше-то особо не поедешь. Так, это бургеры и заправка. Это очень хорошо, что они здесь есть. Просто мне не особо понятно, где мой магазин. Так, погоди-ка. А, блин, не могу, прикинь, открыть карту на ходу. Ну почему? Почему нельзя было добавить сюда вот навигатор? Хе-хе. Ну на самом деле классная игрушка. Выглядит она достаточно симпатично. И знаки с ограничениями здесь вот хорошие. Стоит сотка. Значит, поедем сотку. Здесь больше особо не разгонишься. Здесь же везде люди. Ну как люди, блин. Здесь везде стены. Это мой супермаркет. Я понял. Вот она, мой хороший супермаркет. Shop opened. Opened shop. Теперь что происходит? Теперь будут ко мне приходить посетители. Используйте ноутбук, чтобы сохранить игру. Мне очень непривычно в нее играть, потому что я вот мышкой провожу. Она так мягонько вот... Ой. Customer no has left картофель. Я понял. Картофеля у меня нет. А знаешь, почему? Потому что я его не покупал. Варенье конди... Кондиционер? Варшалик. А, ешкин кот. Я совсем забыл, что здесь... Это умягчитель. Ты что придумаешь? Какой кондиционер? Я, наверное, в те обновления уже не играл, когда... Начали изменять название. Когда начали вот этой вот ерундой заниматься. Короче, поганить игру пополнить. Я играл, когда она была прям классикой-классикой, которая только вот... Прям только зарождалась, так сказать, легенда, можно было бы... Можно так выразиться. То есть... Ты куда... Мы перфекционизм погонишь? Я не понимаю, почему ты... Ладно, пусть вот здесь будет, стоит. Пусть-пусть здесь стоит. Варенье я поставлю вон туда. Кстати, у меня же должен быть стол. Туэлет, бэт, табли. Табли мне нужно поставить, табли, вот сюда. Да, кстати, я обновление не зачитал. Новая мапа была добавлена в игру. Игрок может быть выбирать карту для игры, когда начинает новую игру. Плееру необходимо стартовать с новой игры. Только если он хочет изменить карту, чтобы что-то чувствовать, вряд ли чувствовать, иметь в виду, что-то там ты убедился, остаешься играть в городе. Карта снаружи теряется свой прогресс. Короче, понятно. В принципе, я тебе это простым языком в самом начале объяснил. Как бы ничего сложного, ничего нового ты, наверное, не услышал. Твою мать. О, не... Что-то здесь, конечно, с этими перспективами не очень хорошо, но как бы это делать не мое. Мы с тобой просто-напросто хотим поиграться немножко. Немножко совсем поиграться. И... И все, получить удовольствие от этой игрушки. Просто будем расставлять сейчас с тобой 20 минуток... Как они называют? Варенье. You can't carry... А, я взял уже. Ты, говорит, не можешь держать. А он звук не воспроизводит. Видел? Вот тогда вот два раза подряд он не воспроизводил звук, и анимации не было, потому что он берет из коробки хоть что-либо. Так. Есть у меня что-то? Нет. 570 батчей у меня имеется. Это очень здорово. Есть соус, подгузники и стиральный порошок. Все самое необходимое, так сказать, для выживания. На самом деле, как бы, сама механика игры, она, в принципе-то, и не поменялась. Как бы, ей меняться некуда. Она доработана была до самой мелочи. Просто прямо она в самом-самом-самом лучшем виде, которым только может быть эта игрушка. Почему я на этом баргузине не могу взять и поехать? В чем проблема? Что это тут такое? А, джебер деливери, я понял. Это здесь доставка будет. Давай с тобой поставим... Что, поставим мы с тобой... Дурфрейм нет. Дурфрейм мне не нужен. Лаптоп и рак. Рак. Рак поставлю. Пицца пепперони нет. Так, ну и иди в жопу. Да я по старинке поставлю к этой стене. Бляха, муха, да что такое? Эть. Ну, будем считать, что ровно. Я как бы сейчас не особо... Не особо помню, как я все это делал. Я, можно сказать, заново учусь играть. Так, давай-ка мы с тобой соус здесь оставим, подгузники уберем вон туда. Так, да, стиральный порошок. Вот эту всю вот химозу поставлю на раку. Раком поставлю и пусть стоит. В общем, смотри. Я считаю, что... Выйдет вот этот видос. И потихонечку начнут выходить видосы другие. Потихонечку, это не значит, что по одному в день. Это значит, что они просто начнут потихонечку появляться на моем канале. Если вы проявите вообще хоть какую-то активность на этот видос, на этом видосе, то есть я... Тогда они будут появляться более-более активно. Более-более, так сказать, быстрее. Более быстро. Если же активности не будет, то все пойдет самотеком, так сказать, как получится. И никуда никто торопиться не станет. Дело тут даже не в том, что заинтересованности нет никакого населения у подписчиков моего канала. А в том, что... Просто когда ты записываешь ролик, ты надеешься, что его кто-то посмотрит. И, соответственно, я призываю вас проявить активность. Проявить активность и свою гражданскую позицию, в конце концов, немножечко... Ну, короче, ты понял. Поставь лайк, подпишись на канал. Че тебя учить-то? Ты же знаешь, все прекрасно, что нужно сделать. Вот. И стримчики будут появляться на каналах. Это 100%, потому что я уже давным-давно что-то их перестал записывать. И на стриме, скорее всего, будет бабка. Бабка треть, которая вышла прям совсем недавно. Прям совсем недавно. Там, дня три, наверное, назад она вышла, да? Что-то такое 23 или 24, что ли, числа она вышла. Ну, я говорю прям буквально, прям совсем вот прям вот, как будто бы вчера. Возможно, она будет на стриме. Возможно, она будет на записи. Там, как знать. Ну, скорее всего, на стриме, потому что записывать я ее что-то не особо хочу. Я посчитал в рецензиях на нее. Она какая-то очень короткая. То есть стрим по ней можно вполне себе устроить. С учетом того, что я не особо много прохожу на этих стримах, то думаю, что как раз-таки и получится... Сначала поговорите с Джаббер, хорошо. Как раз у нас с тобой получится за часок ее пройти. С разговорами, со всякой вот этой вот билибердой. Так, садись в машину, открывай карту, и смотрим, где Джаббер. Мой магазин находится вот где-то здесь. Да, your shop, это вот тут. Джаббер, это как он выглядит, Джаббер? Джаббер, 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 Шоп. Корзина. Корзина, это прямо и налево. Хорошо, поедем прямо... Ну, поедем. Прямо и налево. Я все-таки предполагаю, что фонт у меня останется. Это сделано, знаешь, с такой задумкой... Погоди, я что-то, по-моему, не в ту сторону еду. Хотя... Погоди. Точно я в ту сторону еду? Остановись. Нажмись. Есть направо поворот и налево в конце. Блин, может быть. Короче, ладно. В будущем просто, как бы, если у нас с тобой сейчас активность пойдет, активность, если пойдет, если у нас с тобой все будет хорошо, и ролики будут выходить достаточно, как сказать, стабильно и постоянно, я планировал убрать вообще эту ерунду зеленую сзади себя и оставить сзади акустическую панельку, акустические панельки. То есть мне особо не нужно вот этого вот безфонового... Да что ты дергаешь? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Все полы дергаются. Что такое происходит? По-моему, разработчик как-то слинял здесь, немножечко слукавил. Так, здорово. Стесняшка. Жабершоп где здесь? Вот жабершоп. Вот, повесить акустические панельки и не мучиться с фоном. Что, все? Нет? Я взаимодействовал с жабером, нет? Ну, вероятнее всего, да. Нет шоколадного молока, нет того, нет всего, нет этого, нет десятого. Хорошая цена, хорошая цена. Она, да, здесь жить еще добавили ценники различные. Это, блин, самое неприятное, что могли добавить в такую игру. Цены. Динамические, динамичные, динамичные цены. Это ж ведь вообще, это ж трендер. В жизни было бы так прикольно, да, вот на самом деле ходишь по магазину, тебя наводишь там, не знаю, на коробку с чаем, он тебе говорит, ох, хорошая цена, надо брать. Там, например, заходишь в какой-то розничный магазин, в сетевой, подходишь, а он тебе говорит, вот в этом розничном магазине, вот в этом сетевом магазине, он будет стоить 50 рублей этот чай, а в этом 42, надо брать, надо брать. И все, и ты себе спокойно берешь и покупаешь, и не заморачиваешься. А то сидишь, блин, думаешь, где подешевле, где подороже, где так, где сяк, где этак. Что это такое за зеленая ерунда? Чистящий порошок, чистящий, чистящий порошок нам нужен, это 100%. Вот, мы с тобой сейчас будем оставлять товары, товары, как всегда, как ты любишь, блядь, как ты обожаешь просто, спагетти, спагетти, надо брать, да, чаек, кстати, надо взять, вот чай, говорит, нет. Чая нет, значит, будет сейчас. Сейчас мы поставим его как следует на полочку и будут у нас все покупать этот чай. Что это такое? Говяжий бульон нам не нужен. Говяжий бульон карма, это как-то даже, как-то, как-то очень звучит, это не очень. Чай, чай, чай вот этот вот. Чай с розой, чай без розы. Хорошо. Говяжий бульон карма обещает, обещает как будто бы, знаешь, тебе даже не то, что обещает, угрожает тебе просто, что скоро бульон будет из тебя. Скоро, блядь, бульон будет из тебя. Зачем я покупил по высокой цене, не знаю. Ну, просто потому что. Потому что у нас x10 с тобой заработок, а потери эти буквально минимальны на фоне вот этого огромного заработка. Используйте ноутбук, чтобы сохранить игру. Хорошо. Так и сделаем. Только сначала мы поедем в сторону дома. Кстати, погоди, если я здесь нахожусь. Так, стоять, а нажать надо вот сюда. Если я где-то здесь. То есть я могу... Нет, я сюда не могу. И надо назад в любом случае разворачиваться и ехать в магазин. Поехали. Вот эти подергивания, они прям немножечко смущают меня. Знаешь, игрушка-то вроде классная. Деревья здесь, листики всякие нарисованы. Тыры-пыры, восемь дыры. Травка, то есть красивенькая. Много всего именно красивого. То есть да, может быть она не выдает этих даже 60 фпсов в свободной игре. Хотя может быть это из-за того, что на мониторе стоит 60 герц. Возможно, это из-за того. Поэтому она пытается не выше 60 давать. А вот ниже 60 она спокойно выдает. Либо же это из-за того, что реально она не собирается. Ну, как бы, видеокарта-то она вообще не греется практически. Практически от слова совсем. Прям вот я рук в компьютер пихаю, она... Ну, там не горячо. Там даже не тепло особо. И так, кстати, мы с тобой дождались наконец-то холодненьких деньков. Где можно спокойно себя ощущать, чувствовать. Что это было сейчас? Это был молочный шоколад. Нахрена я молочный шоколад покупал? Я даже не помню, когда я его взял. Отбеливатель Ле. Ну, прыжки, конечно, здесь лютые. Просто лютые прыжки. То есть я прям прыгаю и он улетает. Я просто нажимаю прыжок, а он, блин, вскакивает как будто в космосе. Чипсы в тубе. Это здорово. Чипсы в тубе это самое вкусное, что мог только придумать человек. Давай расставлять... Нет, чипсы на приказке у нас раньше стояли, да? Вот здесь... Я не помню, как у нас все с тобой стояло. Где вот эти потаты стояли, где у нас все стояло. Ну, просто будем расставлять, как оно может стоять. Куда ставиться, туда и будем ставить. Мы с тобой сегодня, знаешь, не стараемся сделать идеальный магазин. Мы с тобой сегодня просто отдыхаем душой. Душой и телом. Смотри, какая красота. Ну... Ой, лепота, лепота. А вот кока-колу, кстати, нужно ставить на приказку. Так, вот сюда, вот сюда, вот сюда. И разработчик поправил расстановку. То есть здесь нет задержки больше между хватаниями и расставлением. Вот этой вот расстановкой. То есть ты можешь спокойно прям хватать, ставить, хватать. Сразу ставить, хватать. Блин, не могу. Слушай, стой, погоди. Ну, видимо, это работает не со всеми продуктами. Это, видимо, работает только с определенным каким-то типажом, что ли, продуктов. И... Возможно, я просто не замечаюсь с такими большими коробками, что он берет быстро. Хрен его знает. Короче, не будем на этом зацикливаться, потому что это глупость. И я просто выдвинул свою догадку. Выдвинул свою догадочку. Хопа, хопа, хопа. Ну, что такое? Поставь-то. Угу. Так, отлично. Я не привык к тому, что здесь камера находится. Я привык, что она вон там где-то, вон в той стороне, она всегда вон там висела. И я туда разговаривал, а там теперь вот совсем не то, что нужно было. Точнее, совсем не то, что я хочу увидеть. И это странно. Это как бы... Как бы вроде и хорошо здесь все стоит. Знаешь, расставлено все достаточно приятно. Но... Все равно непривычно. Хоть и давно видео не было, но все равно я по привычке смотрю туда. Привычка сохранилась. Понимаешь, я все-таки не два дня записывал эти ролики. И привык я очень быстро к этому ко всему. И отвыкнуть это... От этого очень тяжело. Игрушка, кстати, хочу заметить. Достаточно неплохая. Достаточно неплохая, но могла бы быть и лучше. По крайней мере, с учетом того, что она... Ну, обновлялась очень давным... Очень давным-давно. А потом она обновилась в августе. То есть, там буквально... Буквально три месяца... Точно три месяца она не обновлялась практически совсем. То есть, там дополнялась она какими-то... Как ее называют? Мелочами, фиксами. Баг-фикс, там, баг-фикс 24 июля. Как мне память не изменяет, она фиксилась. Что-то там фиксилось, что-то там добавлялось, что-то там изменялось. Но ничего там... Сверх... Сверхинтересного не было добавлено. Учитывая этот факт, могли бы что-нибудь придумать интереснее. Но карта тоже, она достаточно большая, но она непонятная совсем. То есть, для меня она вообще непонятная. То есть, та карта, она была какая-то эргономичная, что ли. В ней было приятно находиться. Там было просто разобраться. А здесь это все очень... Очень тяжело реализовать. Ну и мы с тобой что делаем-то? Мы смену с тобой почти отработали. И сейчас мы уже практически закончили. Нет яблок, жалуется мне кастомер. Но я не вижу в этом проблемы абсолютно. Я попросту... Попросту чё? Попросту дожидаюсь конца смены. Закрываю магазин уже. Начинаю закрывать магазин. И... Нет пиков фиши. Это какая-то рыба. Пиковая рыба. Я такую не знаю, поэтому... Поэтому закрываем все двери. Собираем прибыль. И... Прощаемся. Спасибо большое за просмотр. Ставь комментарий, пиши лайки. Увидимся с тобой. Скорее всего в других видео. В скором времени. На стримы обязательно заглядывай. Не стесняйся. Приходи. Мы там общаемся. Последний раз очень хорошо общались. Разговариваем. Обмениваемся. Интересными историями. И... Собственно говоря. Всем пока.